Привет, друзья! Здравствуйте! С вами Юрий Спасабукоцкий и с вами снова эксперт в области боевых искусств и стритворкаута Тамир. И что мы хотим вам рассказать? Очень много вопросов поступает к нам. Правда ли, что я начал заниматься стритворкаутом, изучать движения на турнике, отжиматься от пола с помощью Тамир, разные трюки. И правда ли, Тамир серьезно накачался? Все спрашивают, правда ли, что Юра качает Тамира, что у него стали большие мышцы. Ну, думаю, лучше Тамир пусть об этом расскажет. Ну, начнем по порядку. Да, действительно, то есть я воспользовался Юринами советами, и многие почему-то стали сразу писать под видео, что у меня руки здоровенные, да? Да, да, да. Какие утвердить надо, здоровенные ручища. Ну, что я воспользовался Юринами советами, его опытом в бодибилдинге, именно в упражнениях и методиках, и все, я не применяю никаких препаратов, я сразу говорю, что у них никто не думал. Потому что я не собираюсь в бодибилдинге выступать, то есть это... Для себя. Да. Второй момент, да, Юра занимается здесь на стритворкауте, достаточно серьезно занимается, ну, в пределах, конечно, трудно. Продолжение следует... Продолжение следует... Потому что нужно понимать, что у бодибилдера, в отличие от турникмена, достаточно тяжелые ноги и нижние, так скажем, все мышцы, которые... Как ты думаешь, сколько могут быть, насколько могут быть тяжелее ноги у человека, который приседает со штангой, 80-80-200 кг, и который вообще ноги не качает? Ну, серьезные, может быть, это как раз, и вот та разница между самым накачанным турникменом, да, там, скажем, и бодибилдером, естественно, будет... Это ноги, это я не знаю, сколько, наверное, килограмм 20... Ну вот, во-первых, тянет вниз вес ног, а во-вторых, нарушается баланс, то есть я пробую сделать некоторые горизонтальные стойки, и мне тяжело меня перевешивать. Это все равно, что мне сейчас утяжелители надеть на ноги, я не смогу сделать эти элементы, которые я сейчас дебил, то есть, ну, это факты. Но самая вся прелесть нашего союза с тем миром, что это на полном серьезе, это не розыгрыш. Это изучение действительно возможностей человеческого организма, и вот переход из одного вида спорта, понятно, на любительском, конечно, уровне, это именно профессиональном, но изучение этих процессов, что нет противоставления спорта как такового. Я просто считаю, что человек, который 20 лет качается и только бодибилдингом занимается, это несколько узко. Я бы хотел освоить базовые основы тяжелой атлетики, стритворкаута и некоторых других видов спорта, пауэрлифтинга того же. Мне хочется, допустим, вот я сделал мастера спорта в одном направлении, мне хочется хотя бы КМС в нескольких других направлениях. Я думаю, это реально, это реально, то есть я поэтому тоже сейчас стараюсь, так скажем, чуть-чуть изучать штангу, потому что для меня это вообще темный лес. Я вообще настолько увлекся этими отжиманиями на одной руке, там подтягивания, вот делает Эмир на одной руке с блином 20 кг, я, например, вообще не могу себе представить, как это может. И настолько увлекся, что даже канал отдельный открыл на ютюбе, который называется Мультибилдинг, то есть тренировки с подручными средствами на улице, там дома. И думаю, что там и видео с Эмиром, естественно, будут. И в свою очередь Эмиром просит меня, да, действительно, хотелось бы технику базовую, свой становая тяга его интересует очень. Лёша, вроде базовая, да, но... Потому что одно дело машину толкать, да, там, или поднимать назад, а другое дело, когда в полной амплитуде, как ты мне показал, штангу и... Не, ну времени, времени не так много. Я сейчас выпустил видео 41 упражнение для плеч с гантелями. То есть я также собираюсь сделать 40 упражнений со штангой для плеч, и так для каждой части тела. Времени столько у тебя, естественно, не будет. Ты вот делал самую классику. И смотрите обязательно канал-то Мира, посещайте группу ВКонтакте, вот сейчас появятся адреса. Также следите за моими каналами. Я думаю, что мы с Эмиром серьёзно сейчас вымёмся за работу и постараемся делать настоящее шоу, которые будут смотреться интересно. Оставайтесь с нами, да, подписывайтесь на наши каналы, дружите с нами. И мы будем для вас стараться изо всех сил. Вначале немного юмора. Все заметили, что Эмир начал качаться под моим руководством и набрал 20 кг мышечной массы. Вот видите, он весь увеличился. Секрет, как нам удалось буквально за несколько часов, даже минут, набрать 20 кг мышечной массы. Можешь показать? Ну на самом деле это секрет на оригинале Турникмана, все его знают. Это бронежилет. Утяжелительный бронежилет, да? Чем-то он похож на террористический бронежилет. Во-первых, он защищает от ударов в драке, да, бойца. В каком-то смысле. Во-вторых, им можно самим нанести удар животом, сделать в голову кому-то. А если говорить серьёзно, то мы сегодня решили поговорить о том, что является основной проблемой для человека, который хочет накачать свои мышцы, тренируясь в уличных условиях. Совершенно верно. Органичение в регулировке нагрузки. Если в зале бодибилдер тренируется, он может хоть по полкилограмма менять нагрузку, то человек, который тренируется на улице, он ограничен собственным весом. Но он, даже какой-то взять кирпич или камень, неудобно его прикрепить к себе, да, бывает. Или там... Блин, от штанги, гирю. На улице, да, тяжело. Одел, одел куртку сверху и пошёл. Плюс, как бы, оно такое, с такой грозный вид, как спецназ. Поэтому можно даже, так как много карманов, отрегулировать вес. Вот ты знаешь, с каким весом тебе надо будет подтягиваться. Первый подход подтянулся, размялся 10 повторений. И второй подход пытаешься сделать 10 повторений уже с каким-то дополнительным весом. Естественно, мышца будет расти больше, чем при работе на выносливость. Но если вам нужна выносливость, то наоборот, лишний вес – это как этап в тренировках будет только, да? Ну, можно там пару килограмм, то есть, чтобы количество подтягиваний наращивать там. Для вариативности тренинга то добавил, то снизил. Но работаешь на количество. Если же вы хотите мышечную массу, вам нужно работать так, как я всю жизнь работал, 5, 8, максимум 10 повторений. А веса постепенно в бронежилете растить. Но это не только подтягивания, это отжимания в упоре сзади, отжимания от пола, отжимания на брусьях. Приседания пистолетом, все виды приседаний, бег тоже на развитие скоростно-силовых качеств. То есть, на 100 метров, на 50 метров актуально с бронежилетом. Я не знаю, надо ли… Для чистой выносливости наибольшие… Не больше по 10 минут, не больше, потому что очень большая нагрузка на позвоночник идет. И суставы, да? То не рекомендуют. Я бы лучше не бегал с весом, учитывая, какие сейчас дороги, асфальт, все. Обувь у людей не всегда идеальна для бега, даже без веса, да? Можно ходьбу, как для дополнительного похудения, да, спортивная ходьба. И все виды упражнений, когда уже собственного веса вам недостаточно. Вот Эмир овладел в совершенстве, вы видели нашу дверь, где он подтянулся на турнике 16 раз легко, с весом 20 килограмм. А это вес бронежилета в боекомплекте, да, в полном? Нет, ну он до 30 килограмм идет, естественно. Единственное, что я еще могу сказать, интересно, то есть, ну все, которых вот на слуху турникмены, которые накачаны, так скажем, то они достигли либо с помощью такого жилета, либо, естественно, все-таки используя методы бодибилдинга. Это был поскриптум, видео поскриптум от Эмиро. Все. Субтитры сделал DimaTorzok